Добрый день, неуважаемые подписчики. Мы сегодня празднуем 20 лет 1998 года. В этот раз и правда 20, а не как в прошлом. Да, ну что хорошего. Видите, в честь юбилея у нас сегодня стол. Юбилей, он и есть юбилей. 98-й был, разумеется, годом MTV. Как и все года в то время. Это был год Бритни Спирс. Каждый хотел ее, каждый школьник. Бритни. Она была невероятно сексуальна по меркам школьников почему-то. Ну, это логично. Она школьница была. Ну, не была школьница, но она имитировала. У нее baby face был. Также это был год Селин Дион. Потому что, хотя Селин Дион испела с моим My Heart Will Go on в предыдущий год, в 97-м, из фильма Титаник. Но премия Грейми разнообразная и тому подобное, Оскар, она уже получила в 98-м. Так что это был год Селин Дион. Ну и год Ленни. Ленни выпустил альбом 5 с песней Fly Away. Получила свой, если я не ошибаюсь, свой первый грамм, лучший рок вокала. Fly Away это был супер хит, опять же, MTV-шный. Такой рок для MTV. Ну да, и при MTV-шной вообще была эпоха. В System of a Down до имен альбом, если я не ошибаюсь, выпустили. Первый, да. Корн выпустил хороший какой-то альбом, да, я лучше. Корн, Follow the Leader. Frequent Delish песни. Классическая MTV-шная эпоха в самом-своем разгаре. Ну и от старички. Надо отметить, старичков Юрай Хип выпустили последний свой отличный альбом. С тех пор они больше не выпускали отличных альбом. Sonic Origami. Это последнее, что я считаю прямо стоящим послушать Юрай Хипа. Ну в Германии Axe Rudy Pell выпустил свой лучший альбом, Oceans of Time, но никто не знает Axe Rudy Pell. Но если услышите Axe Rudy Pell, Oceans of Time, качайте, отличный хард-рок в стиле Rainbow. Ну трешачки выпустили свой альбом, Cradle of Field свой лучший выпустил. Не лучший, но лучший, многие считают лучшим, да. Но это был первый, когда Cradle of Field наконец стали играть музыку, понятную населению. Но при этом они еще остались в старом вот этом безумном... Ну да, это не Midian. Да, это еще не Midian, но уже не вот эти вот там похороны в Карпатах или что там. Поэтому Карпаты, я сказал Карпаты. В общем, 98-й. В общем, 98-й, переходим к первому альбому лучшему. Топчик. Без преувеличения скажу, что этот клип самый главный клип 98-го года. По крайней мере для России, потому что он звучал из каждого чайника, то есть из MTV. Забавно, что пока мы вот сейчас вот занимались выставлением треков, я посмотрел на ютубе, что у Лени Кравица Fly Away 62 миллиона просмотров, а у Против Флай всего 10 миллионов. Но... Похоже, все насмотрелись его тогда, и вот он слишком зомбировал. Но тогда мне казалось, что это вот... Вот включаешь, и вот он играет. А потом уже другая музыка. Сначала Против Флай Фа Уайт Гай, потом кто-то еще. Ну тогда так казалось, я не знаю. Да, это альбом Offspring. Американа. 98-й, это лучший альбом Offspring. Это лучший альбом американского панка. Это лучший альбом поп-панка, это лучший альбом калифорнийского панка. Ну да, если считать калифорнийский панк как панк, то да, возможно, это лучший альбом, в принципе, панка. Но просто я не привык считать калифорнийский панк за панк, потому что это такая слишком легкая музыка. Ну, кстати, если быть честным, я ни одному альбому из панка, кроме этого, не ставлю 10 из 10 А этому я ставлю 10 из 10 Ну, это действительно выдающееся произведение Там нет проходных вещей абсолютно Там драйв, там дикий драйв Да, там даже последняя 10-минутная унылая композиция Или скольки там, она очень большая Pay the Man Она все равно очень хорошая Progressive Punk Но на 10 минут, потому что там еще в конце, после окончания трека, там скрытый hidden track Да, 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 там на самом деле молчание Против fly for white guy на скрипочках, там что-то типа того Декстер Холланд считал себя афроамериканцем в то время Он настоящий афроамериканец Я никогда не видел более афроамериканского афроамериканца, чем этот афроамериканец Фамилия у него такая афроамериканская, Холланд Да, он писал все песни, как и до сих пор Ну, правда, он списался довольно быстро Вот, собственно, в 98-м он и списался Потом он пару... Ну, у него было пару хитов с Conspiracy of One Там, в принципе, были хорошие вещи, такие более-менее Ну, именно на альбом, но он закончился здесь Да, но чтобы вернуться хотя бы на уровень Innocence of the Homeward, например, такого не происходило никогда уже Ну, это такая нормальная Вряд ли произойдет Это такая частая практика, когда выпускает свой лучший альбом, а потом все Потому что вот он такой выдает Как сильнейший оргазм получил, и все, а дальше уже по привычке гоняется Конечно, конечно, именно это сравнение, я тебя ожидал А у некоторых, кстати, бывает так, что первый оргазм сильнейший, такой тоже бывает у некоторых групп Ну, первый альбом, когда лучше Ты имеешь в виду Black Sabbath, Black Sabbath или что-то? Ну, предположим, например, да? Но почему-то Оззи на старости лет решил все-таки в 13 тоже В альбоме 13 еще один испытать Ну ладно, все, хватит, об этом надоел-то Ну что, это 10-10-10, это Американо Кто не знает Американу? Куча клипов и куча отличных песен Слушайте любую песню с этого альбома Вообще слушайте альбом целиком, я-то слушаю по песням его И, кстати, против Fly for a White Guy не полностью показывает стиль этого альбома Стиль альбома все-таки более разнообразен И вы обязательно его услышите О, Мэрилин Мэнсон Лучшая его композиция, по моему мнению, сейчас играет Я, возможно, соглашусь, она великолепна, одна из лучших точно И лучший альбом, скорее всего, ну или один из лучших, опять же Я не знаю, в этом альбоме нет минусов, именно поэтому он в этом топе Голливуд, мне еще Голливуд нравится, но Голливуд, он уже входит в трио Это трилогия, как бы, Mechanical Animals, Голливуд и The Golden Age of Grotesque Это первая часть, это начало трилогии Здесь уже есть Джон Уайт, но он здесь еще не сочинял Ой, Джон Уайт Джон Уайт, Джек Уайт Джек Файф Джон Файф Он здесь уже был, но не сочинял, он там как-то бродил призраком, мутным призраком Не, но все равно, типа, стиль игры, гитарный Но он там даже не всю гитару играл Да? Да, но душа его была Хорошо Он чувствовался Но это же опять же MTV-шная Это все еще эпоха MTV Мэнсон тоже входил в эпоху MTV Логично, мы же на 98-го никуда не уходим Нет, ну там потом будут группы, которые не были эпохой MTV Хорошо Мэнсон это все-таки такой, это фрик, MTV-шный фрик По меркам MTV это был суперфрик Ну все-таки MTV это не совсем фриковое Ну это в России не совсем фриковое Например, в каком-нибудь условных Штатах есть MTV-2, где крутят Battlefield Да, нет, я имею в виду основной MTV На основном MTV и в Америке не крутят совсем уж трэш всякий Мэнсон это нью-метал, правильно? Считается, это нью-метал Да, хорошо Но это такой нью-метал, это Дэвид Боуи от нью-метала Он такой, он изощренный нью-метал Не вот этот вот Он мелодичный Ну хрен знает, вот ты говоришь, Мэнсон это нью-метал Лимбийский же считается нью-металом тоже, это логично Лимбийский это нью-метал Лимбийский, да Только там Фред Дост читает репчину постоянно А у Мэнсона такого нет Где вот это вот? Рифами, у него иногда прорываются рифы, видимо из-за рифов Ну все-таки это конечно альтернативный металл Но при этом все-таки и нью А нью это кстати тоже, это все-таки вид альтернативного металла Поэтому все сходится Хорошо, доказал теорему Не металлическая теорема Аксиома Файва Я бы поставил бы Mechanical Animals бы девяточку 9 из 10 вполне достойно Ну возможно да Ну конечно не, я бы наверное поставил 8,5 Но в общем-то какая разница 8,5 может, там все-таки есть проходные треки Там их очень много просто Его подсократить бы Мэнсон всегда очень любил альбом выпускать Невероятно важный Да он же у нас лирик легендарный Он написал текстов И ему нужно как-то это впихнуть Ну у него пару, да Он на каждое альбом писал по паре мелодий Остальное как бы тексты Гитарист и басист Вигера Мирос там писал музыку А Мэнсон это текстовик, поэт Великий поэт Брайан Уорнер Практически как Александр Сергеевич Настолько же велик Ну в принципе Брайан Уорнер Это в Америке так же звучит Как Александр Сергеевич Васильев Там еще обложка отличная Он там Андрогин Да, да, да Без любых половых признаков Или каких-то Ну у него такие У него там груди женские Но они такие залиты латексом каким-то И вроде пенис виден Но и вроде не виден Так вот, да В общем интеллектуальный неумэтал Мирона Мэнсона получает от нас Восемь с половиной Пусть будет восемь с половиной Отличный альбом Слушайте, один из лучших у Мэнсона Киты закрой Окошко мне дует Сам закрой Впервые в истории Rock'n'Craft Топ-шоу Русская группа В хит-аппараде Не удивляет меня это Потому что Орбит без сахара Звучал Отовсюду в 98-м Может быть По MTV, наверное Не только по MTV Да по радио Везде Вот это вот просто Отовсюду Просто везде Это было Это даже было На всяких веселых каналах Типа NBN Помнишь был Шестой Питерский И вот эта всякая Лабуда Вот это вот 51-й Да Ну короче Это отовсюду звучало И на самом деле Мы все-таки Работаем Так сказать На русскоязычном пространстве Поэтому я считаю Что это Достоино включения В список топ-5 Потому что Ну конечно для американца Это никакой не топ-5 Но для России Мне кажется Что это топ-5 В общем-то Это очень хороший альбом Для русского рока Это переломнейший альбом Потому что до этого Русский рок какой был? До 98-го Русский рок был русским роком Вот это прямо вот Говнарский русский рок В 98-м появился Такой коммерческий русский рок Вот сплин Это типа коммерческого русского рока Не было у нас коммерческого Но вот Мометроль И сплин Мометроль в основном Но Мометроль Это все-таки более такой Бритонизированный звук А сплин Это именно звук русского рока Это текст русского рока Но при этом он такой ориентированный на молодежь такую я понимаю что у сплина были альбомы до этого ну кому они известны как фонарь под глазом ну вот кому ой вот а сейчас не помнит а тогда вот даже смешно не помнишь этого название поэтому что говорить для большинства людей они считают что именно градов альбом это первый альбом сплина мне кажется нет ну для большинства да но они стали супер мега популярны да там много отличных песен вот это не ограничивается там орбит без сахара выхода нет и катись колесо я принципе его с удовольствием слушают практически целиком там есть пара какого-то занудство ну и тоже прямо такой шлака там нет не но суть в том что много очень занудство пошло у саша васильева позже а вот это достаточно весело все и там клавиш очень много очень непривычная ситуация для русского рока много клавиш сравнительного качества но их много и они не как у подгородецкого это нормально навыка техники игры нету но главное клавиши есть и поскольку очень хорошо сочинено же клавиши не портит как у боба дилана гармошки много очень плохо очень плохая но поскольку сочинено хорошо гармошка не портит 8 из 10 8 10 переслушивайте а то мало ли вы не слушали и гранат кушайте под этот калейдоскоп идиотских вставок калейдоскоп идиотских вставок ну что возьмем потяжелее что ты приготовил нам потяжелее в девяносто восьмом все нормальной музыки уже поговорим хватит мтв закончилось все нет больше мтв айрон мейден я и металл потлатые мужики они все еще на сцене обсуждай сам я пошел они все еще в деле это айрон мейден без брюса диккенсона брюс диккенсон покинул коллектив он даже без брюса диккенсона зачем ты его сюда пихнул а я сразу скажу почему то что это 10 из 10 это блэйс бэйли бывший панк до сих пор фанаты айрон мейдена они убиваются по поводу блэйза бэйли потому что это панк музыкант из группы ульфс бэйн панк вокалист его почему-то стив харрис папа позвал петь в айрон мейден и типа пошло да и типа по мне пошло это очень крутой альбом очень крутой по мелодике он оригинальный он сильно отличается от альбомов с брюсом диккенсона да он не очень похож на ряд мейден там постоянная фишка в том что там зацикленность то есть одних и тех же фраз и музыкальных и словесных словесных конечно панком один был куплет он как бы состроиться вот вы играете песню она на одной фразе строится какой-нибудь там don't you think i'm a savior don't you think i could save песни длинная альбом огромный ну круто его хочется слушать и слушать прямо я бы бесконечно слушаю не знаю я спрашиваю других любителя мэйдена значит клубе этих анонимных любителей эры мэйдена и они говорят что очень круто 10 10 10 они со мной согласны если вам нравится а iron maiden и вы хай-ха и хейтите это альбом послушать его нормально внимательно а не нравится айрон мэйден но нравится металл не знаю есть такие ли наверно послушаться потому что он не особо похож на Он более, он прогрессивный, он такой, кстати, вот отсюда и пошел прогрессив Iron Maiden. Это был первый альбом, где прогрессив начался у них. Экспериментировали с вокалистом, и получилось экспериментировать со стилями. Да, ну и получилось экспериментировать с хит-парадами. Самый провальный альбом в истории Iron Maiden. И, конечно, все-таки, поскольку MTV клипы тоже снимали, вот там Эдди, ну, дешево, конечно, все, ну, в принципе, ничего. Ну, 98-й, тогда, как бы это было, наверное, очень дорого, такого монстра нарисовать сиделецкого. Я думаю, да, играющего в карты, вот этот панк, этот Блейз Белли, ну, в общем. А Блейз Белли, что произошло, простите, почему Диккенсен вернулся? Потому что самый непродаваемый альбом в истории Iron Maiden. Они выгнали Блейза Белли. За это время, блин, Диккенсен переосмыслил музыку, и Iron Maiden переосмыслил музыку. Они такие сошлись, прогрессив, прогрессив, и понеслось. До сих пор прогрессив лобают. Если вам нравится альбом с Блейзом Белли, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И замыкают нашу пятерку. Опять же, не совсем легкая музыка. Что замыкает? Ой, это ужасная, ужасная группа. Не люблю этих уродцев. Давай. Хочется выключить, тебя удалить из нашего экспертного совета. И входить из двух человек. Да, мне, честно говоря, когда я увидел этот клип, даже тогда мне хотелось его выключить. Просто из-за клипа. Ужасный видеоряд. Понимаешь, так снимали Deep Purple в первые свои клипы. Но у них даже, по-моему, лучше получалось. Не, ну эпоха же MTV. Ну уже, наверное, был клип. Ну клип должен был какой-нибудь такой цветастый. Это же Kiss. Kiss в 98-м году. Это последний альбом в основном составе. И первый альбом в основном составе. Ну, как бы первый с 80-го года. Это Reunion. В 96-м году они решили собраться со самым составом. И выпускали альбом Psycho Circus. Полностью захейтенный критиками. Ну, отлично продавался. Отличные места в хит-парадах. До сих пор песни с него звучат на концертах Kiss. Это крутой Kiss. Это старый Kiss. Настоящий старый Kiss. Но с новым звуком. С отличным новым звуком. И прямо драйв, мощь. Они сочинили 10 песен хороших, наконец. Ну, неудивительно. Они там до этого несколько лет альбома не писали. И, в принципе, не собирались очень давно вместе. Отличный новый звук родился, наверное, тогда, когда они позвали себе какого-нибудь условного Рика Рубина очередного. Я не удивлюсь, что ты скажешь сейчас, что они позвали Рика Рубина. И он им настроил звук. Нет, это Fairbane, по-моему, был. Я по поводу музыки не могу тебе сказать ничего, потому что я, в общем-то, и не планировал это никогда слушать. Что же такое Kiss? Ну, да. Это тяжелый глэм. Это какафония. Это плохой гитарист и плохой барабанщик. Так вот, и за что любят Kiss? За то, что Джин Симмонс выпускает презервативы с изображенным языком на них своим. Да, раз. Они ходят на колбуках. Отлично. Они кладут волосы лаком. Да. Они в масках. Да. И Джин Симмонс переспал с двумя тысячами женщин. А, нет, тогда понятно. Из-за этого стоит включить его в топ-5. А вот этот клип я лично объявляю, вот на этом выпуске я объявляю сбор клипов в топ-худших клипов в истории музыки. Мы его снимем как-нибудь. Да. Это будет под номером один. И дальше будем собирать их. Я на самом деле, я соглашусь, я его тоже включу. Клип ужасен. Реактивная гитара, мне бы казалось. Да, реактивная гитара. Эйса Фрейли, она покидает Землю. Настолько космические звуки. Он же Спейсмен. Его имя Спейсмен. Реактивная гитара. Это он же недавно выпустил альбом как раз. Спейсмен он так. У него опять же, я думаю, что у него реактивная гитара. Потому что он Спейсмен. И альбом 2018 года и называется Спейсмен. У него умом тронулся, по-моему, на своем имидже. Могу еще добавить, что там на диске, есть лицензионный диск, не дешевая версия, нормальная. Там переливающие изображения, вот как вот эти дешевые магнитики такие, где переливается. И там как язык появляется и убирается. Я считаю, что обязательно послушать, может быть, и не надо, но никогда не смотрите клипы. А то вы можете травмировать свою неокрепшую психику. Ну, в общем, этому альбому я ставлю 9,5 из 10. Это лучший альбом Киса, на мой взгляд. Правда. А я ставлю без 9,5 из 10. Это был 98. Непонятный год. До встречи.